здравствуйте вы на канале сделаем мебель своими руками и в этом видео я вам расскажу как обновить вашу старую столешницу на старой кухне на новую вот это видео является продолжением нашего проекта по модернизации старой кухни ссылочки о том как мы меняли фасады и делали подготовительные работы можете увидеть вверху в подсказках ну а сейчас мы покажем вам как заменить столешницу поехали перед заменой столешницы вам ее сначала необходимо заказать для того чтобы ее заказать вам необходимо ее естественно конечно же сначала померить и составить импровизированный план чтобы ни в чем не ошибиться вот такой вот простой план на листочке на этом плане вы измеряете размеры столешницы ее длину а также если у вас есть какая-то боковая приставка той можете померить ее и ширину потому что обычно боковые вот эти вот части бывают по ширине меньше чем основная длина столешницы если вы захотите поменять еще и стеновой панели естественно вам в этот план нужно будет добавить отрезки стеновой панели обратите внимание на то что длина отрезка в стеновой панели она всегда больше чем длина столешницы когда вы будете составлять вот этот план учтите что столешницы бывают длиной 3 и 4 метра а сценовые панели тоже имеют такой же формат 3 и 4 метра разные столешницы разного цвета имеют разный формат поэтому когда вы придете в магазин естественно у вас будет выбор либо трехметровый либо четырехметровый если вы не укладываетесь в 3 или в 4 метра соответственно вы должны понимать что вам необходимо будет купить две столешницы а этого два раза увеличивает стоимость ваших работ поэтому обратите внимание на формат после того как вы произведете все замеры вы едете в магазин кдм для того чтобы осуществить заказ вашей столешницы заказ к вам будет ехать ну примерно две-три недели вы должны это понимать поэтому раньше времени разбирать вашу кухню не стоит чтобы не жить без мойки и без удобства когда через две недели приедет ваша столешница вы едете на склад забираете ее я надеюсь что рядом с вашим магазином кдм будет распиловочный пункт на который вы сможете отнести эту столешницу вручную просто со склада перемесли ее на распиловку обычно распиловка столешницы занимает несколько часов если конечно есть загруженность у распиловщиков поэтому вы можете одним днем приехать забрать столешницу с класса и напилить ее вот посмотрите как это выглядело у нас мы напилили столешницу и погрузили ее в универсальный автомобиль до 2 метра как бы столешница влезает в нашем случае все подготовительные работы уже были произведены мы уже привезли столешницу на квартиру и теперь нам необходимо просто вот эту столешницу демонтировать и поставить на ее место новую столешницу и так приступаем к работам первым делом вам необходимо открутить плинтуса обычно плинтуса прикрывается вот такой декоративной планкой вам необходимо ее снять эту декоративную планку и под декоративной планкой вы обнаружите саморезы которыми крепится плинтус далее необходимо снять варочную панель обычно варочная панель не крепится она просто ложится и возможно обрабатывается герметиком то есть вам просто снизу надо будет открыть шкафчик и поддеть ее для того чтобы снять следующим этапом вам необходимо будет снять мойку смотрите мойки бывают разных видов бывают металлические у них крепление обычно расположена снизу по периметру там есть шесть креплений которые просто нужно раскрутить раскручиваете саморезы вытаскиваете крепление и мойка поднимется вверх если у вас будет мойка из композитных материалов скорее всего нету никаких креплений то вам уже будет просто поддеть эту мойку засуну что он между столешницы и мойка потому что она будет просто приклеена на силикон кроме этого хочу обратить ваше внимание на то что когда вы будете менять мойку рекомендую приобрести сразу же новую сливную вот эту фурнитуру сильфон там переливы потому что то что вы снимете она будет очень жутко вонять от того мусора который там забит в этих трубах далее демонтируем столешницу чтобы ее поднять необходимо ее сначала открутить от тумб обычно столешницу прикручивают за ребра жесткости которые находятся в верхней части тумб или на уголки смотря кто как крепит ее поэтому вам необходимо открыть или со все ваши шкафчики и изучить этот вопрос открутить просто все саморезы которые держат столешницу затем она вот таким вот образом поднимется и вот обратите внимание что мы можем произвести демонтаж столешницей даже не разбирая наших ящиков весь хлам который в них был вы можете не вытаскивать теперь укладываем для примерки столешницу которую мы напилили новую вот обратите внимание я справился с этой задачей один потому что у этой столешницы есть большой плюс она внутри полая вот смотрите видите я вам в начале видео говорил что у нее есть секретик нюанс этот нюанс заключается в том что она не 56 миллиметров толщиной а только 19 в этом есть и плюсы и минусы сейчас я вам расскажу и о плюсах и о минусах вот так вот примеряем все ли подходит вроде все подходит можно приступить к этапу подготовки столешницы самый главный единственный минус столешницы профстандарт заключается в том что у нее есть вот такая вот скажем щель которую необходимо перед монтажом закрыть для того чтобы подготовиться к монтажу вам необходимо будет напилить планки для того чтобы закрыть эту щель эти планки нужно сказать идут сразу же со столешницы в комплекте идут две длинные планки размером с длину столешницы то есть если трехметровая столешница то планки будут трехметровые если четырехметровая столешница будет четырехметровой планки эти планки вам необходимо будет заказать напилить там же в распиловочном центре где вы будете пилить столешницу это делается буквально за 30 секунд поэтому проблем с этим не возникнет значит вы для того чтобы осуществить монтаж столешницы тут например от с этой стороны либо поклеить кромку вот либо прикрутить планку нужно будет вставить вот эту вот дополнительную монтажную планку выровнять ее вот так вот заподлицо и просто саморезами длиной 50 миллиметров прикрутить вот это вот подготовка к монтажу и является основным недостатком этой столешницы теперь поговорим о плюсах столешницы простандарт первый плюс этой столешницы это стоимость эта столешница стоит на 700 рублей дешевле чем столешница толщиной 40 миллиметров плюс если вы покупаете эту столешницу вместе со стеновой панелью в комплекте на стеновую панель вы получаете скидку 30 процентов такой скидки нету у столешницы толщиной 40 миллиметров если вы покупаете в комплекте столешницу и стеновую панель общая примерная скидка на столешницу 3 категории будет 2600 рублей согласитесь что 2600 рублей это достойная экономия за вот за вот это вот действие когда вам нужно поставить планку и прикрутить два самореза второй очевидный плюс этой столешницы это то что основа столешницы имеет толщину 19 миллиметров толщину 19 миллиметров проще пропилить когда вы устанавливаете мойку или варочную панель чем когда вы пилите столешницу толщиной 40 миллиметров следующее достоинство этой столешницы заключается в ее малом весе учитывая что основа этой столешницы всего 19 миллиметров они 56 и не 40 как у столешниц конкурентов и и проще транспортировать и легче устанавливать просто потому что она легче вы не напрягаетесь когда ее тащите если мы рассматриваем вот такой вот небольшой кусок это не имеет большого значения но если столешница имеет длину 3 метра поверьте это довольно большой вес из-за которого можно даже спину сорвать еще одно преимущество столешницы 56 миллиметров заключается в том что в эту столешницу можно установить консоль в любом месте вот обратите внимание высота технической части консоли не опускается ниже высоты столешницы это позволяет нам установить консоль не только по центру тумбы мы также можем сместить консоль на середину тумбы например и вот эта техническая часть она не будет ложиться на ребро и так приступаем к установке мойки и консоли в нашем случае заказчик решил изменить мойку и изменить консоль чтобы увеличить место на своей столешнице вот если вы будете использовать ту же самую мойку и ту же самую консоль не будете ее менять вы можете просто вот взять вот этого вашу старую столешницу положить вот так вот сверху обрисовать внутри вот эти вот отверстия и прямо вот так вот пропилить эти отверстия но в нашем случае нам придется сейчас все заново замерить мы это вам показывать не будем здесь будет стоять новая мойка и новая консоль теперь когда мы вырезали отверстие я хотел бы сразу же парировать аргументы диванных троллей которые скажут что раз толщина основой маленькая следовательно эта столешница может сломаться значит когда мы вырезали отверстие мы видим что вся прочность столешницы находится на вот этих вот ребрах в этой столешнице ребра имеют толщину 56 миллиметров они 40 и не 25 как в других столешницах соответственно эта столешница несмотря на то что подложка 19 миллиметров будет прочнее чем ее конкуренты перед финальной установкой столешницы нам необходимо оклеить ее торец для того чтобы оклеить торец воспользуемся кромкой которую нам подарили в компании кдм эта кромка идет в подарок к столешнице профстандарт толщиной 56 миллиметров вы выбираете на выбор либо столешника либо кромку либо алюминиевую планку мы выбрали вот эту кромку значит сейчас мы оклеим торец и вы посмотрите как это делается для оклейки вам понадобится ножницы утюг снимаете защитную пленку и прикладываете кромку посмотрите как прикладываем сверху нужно оставить буквально полмиллиметрика вот здесь полмиллиметрика вот и спереди тоже оставляете вот полмиллиметрика вот так вот надо ее приложить и при помощи утюга которые необходимо разогреть до максимальной температуры сначала осуществляем примерку вот приложили смотрели не ушла ли сторону кромка то что она когда нагревается и когда вы ее тянете в длину она может немножечко смещаться от края вот сначала делаете примерочку и прижимаете каким брусочком что приклеивается кромка только после того как остынет клей вот сейчас мы очень легко прошлись смотрим аккуратно ли она наживлена если все хорошо тогда пропекаем кромочку посильнее хочу сразу же обратить внимание те кто когда-либо сталкивался с оклейкой меламиновой кромки вы знаете когда меламиновую кромку приклеиваешь она если ее перегреть пузырится значит вот эта кромка для столешниц она не пузырится если ее перегреть ну конечно без фанатизма все должно быть все после того как прогрели поверхность можете еще немножечко задержаться на торцах и придавить немножечко остудив эту кромку бруском не придавливаете пожалуйста рукой потому что можете обжечься кромка приклеится напоминаю после того как остынет клей пока торец горячий не пытайтесь проверять скорее всего она отклеится дождитесь пока торец остынет для этого нужно пару минут подождать теперь берете брусочек и аккуратненько снимаете вот эти вот лишний пол миллиметра скругляю торец вот этот уголок посмотрите его вот так вот просто обходим вот так вот на себя шкурочкой ведете вот так вот вот он отламывается и вы его так вот аккуратненько затираете на себя тогда он будет аккуратно смотреться вот эту верхнюю часть теперь под углом 45 градусов не знаю будет ли вам видно это такая оклейка кромкой заняла всего пять минут все кромка оклеено теперь можно приступить к фиксации столешницы на ее рабочем месте и фиксируем через уголки которые мы заранее прикрутили теперь нам необходимо сделать угловую часть вот как мы ее будем делать нам с двух сторон этой столешницы нужно прикрепить планки планки как я сказал ранее были напилены заранее теперь герметиком обработаем вот это тот шов вернее стык и когда ответная планка прикручена здесь тоже можно обработать герметиком если хотите вот но по большому счету это не не нужно делать потому что здесь вот смотрите видите край столешницы обработан теперь мы просто прикладываем столешницу вот так вот и снизу с этой тумбы прикручиваем ее по науке конечно нужно их соединить между собой стяжками но как видите и на предыдущей кухне этого не было сделано вот это редко кто делает поэтому можно и так оставить теперь когда мы установили столешницу настало время стеновой панели на стеновую панель мы будем крепить на саморезы а снизу обработаем шов герметиком черным поставим его так вот было модно не было никакого плинтуса итак друзья модернизация нашей кухни завершена теперь давайте посмотрим что мы имеем после этой модернизации у нас есть шикарный глянцевый фасад шикарная пристенная панель шикарная толстая 56 столешница и все это выглядит на мой взгляд довольно классно думаю многих из вас интересует сколько же мы потратили на такую модернизацию в данный момент я не помню всех затрат которые мы потратили на эту кухню поэтому полный список с затратами вы найдете внизу под описанием к этому видео два слова про время затраты вот смотрите если вы будете менять только фасады и столешницу меняя фасады столешницы на такие же размеры фасадов и на такие же размеры столешницы которые у вас были то вы потратите не больше одного дня это реально быстро делается но если вы решите сделать небольшую модернизацию как вот сделано в нашем случае обратите внимание мы снизу подшили белое дсп сверху положили новый бордюр переделали двери у нас тут тут были помните двойные распашные двери вот здесь были двойные распашные здесь были двойные распашные мы добавили вот этот шкаф и на все эти работы естественно понадобится дополнительное время и рассчитывайте что ну как минимум день-два вам нужно будет приплюсовать если вы будете делать какие-то дополнительные штуки также хочу вам напомнить что для модернизации кухни вам не потребуется навыков мебельщика и какого-то специфического инструмента ну а если вас интересует больше нюансов про изготовление мебели я вас приглашаю подписаться на рассылку сделай мебель своими руками если вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на наш канал а с вами был андрей лапо до новых встреч а